Всех приветствую! Продолжаем рассматривать работу художников-скульпторов Филиппе Пигар, Филипп Пигарни, также известный как Филиппе Вигарни, Филиппе Пигуэрни или Филиппе де Боргони, иногда называемый Эль Боргонио, Бургутец. Был скульптором, родившимся в Бургундии, Франция, но сделавшим свою карьеру в Испании и ставшим одним из ведущих скульпторов Испанского Возрождения. Также он был архитектором. В его работах чувствуется влияние фламандского, бургундского и итальянского Возрождения. Приобрел большой авторитет, работая в различных частях Испании, что привело к тому, что он стал мастером скульптором и резчиком по дереву Бургустского собора. Сыграл определенную роль в создании многих важных работ для короны Кастиль. Корона Кастиль была среднеком государственным образованием на Пиренейском полуострове. Я цитировал Википпеть, одновременно управлял несколькими студиями. Таким образом стал довольно богат. Родился в Лангрии, Бургундии около 1475 года. Прибыл в Италию юношей и, похоже, учился в Риме. В результате влияния итальянского ренессанса можно обнаружить даже в его ранних готических скульптурных работах. В 1498, примерно в возрасте 23 лет, отправился паломническим маршрутом в Сантьяго и остановился в Бургусте. Там он выполнил технически точные рельефы главного ретро-хуара, собора. Ретро-хуар, также пишется ретро-хор, или задний хор. Это пространство за главным алтарем церкви или соборе, которое иногда отделяет его от торцевой часовни. В нем могут быть места для церковного хора. В конечном итоге он работал во всех скульптурных жанрах того времени, выполняя как скульптуры, так и украшения, а также работал как с камнем, так и с деревом. В 1499-м Бигарни спроектировал основную конструкцию главного алтаря Кафедрального собора Толеда. В те же годы он также изготовил скульптуры святых Августины, Барбара, Григория, Иронима, Иоанна Крестителя и Успения для алтаря Университета Саламанки. Затем он приступил к проектированию часовни-святилище собора Поленсии. В 1513-м он спроектировал Балдахин-громница Доминика де ла Кальсадо для собора Санта-Доминго де ла Кальсадо. Его дизайн выполнил Хуан де Росинес. В 1516-м году начал работать над главным входом к главным алтарем церкви святого Фомы, Варо Лариоха, завершенной в 1519-м году. Женился на Марии Исаии Спарда, вдове с сыновьями, эмигрировавшими в Америку. У них было еще пятеро детей. Художественное сходство позволяет предположить, что гробница каноника Диего Бильбао и алтарь в приходе Карденуэля Рио Питко также принадлежат бегарни. В 1526-м году в книге «Медиас дель Романа», одной из первых книг по архитектуре на испанском языке, восхвалялась скульптура бегарни, что привело к появлению заказов из разных частей Испании. Когда его жена Мария умерла, вскоре в 1535-м году он вторично женился на Франциске Велас. В 1541-м заключил контракт на изготовление алтаря для больниц Санта-Крус-Сталет, ныне это музей. У него были студии, в каждой из которых были доверенные делегаты, которые руководили в его отсутствии. Работал в основном как скульптор, и именно как скульптор он стал самым известным при своей жизни. Вот так вкратце из переводной википедии о Филиппе Бигарни, скульптор Итпанского Возрождения. Пока-пока, до свидания, смотрим работу.